так для сварки будем использовать тончайшие электроды это сколько тут на какие-то населенные там в электросварке редко приходится но иногда нужно что-то делать значит используем тонкие потому что это пустотелка легко прогорает ну и получается насколько у нас там получается более-менее аккуратный шов первым делом значит я здесь сделал как я сказал 10 штук мы используем по 50 сантиметров значит вот как видите здесь сразу сделал разметку 5 и 5 сантиметров и с другой стороны 5 и 5 сантиметров сейчас я объясню зачем мы это делали а делали мы это для того чтобы пол нашей клетки имел наклонную такую вот плоскость как видите значит это достигается таким вот путем что передняя стоечка у нас получается 5 сантиметров задняя у нас получается 10 сантиметров таким образом нас получается вот такой вот угол здесь для того чтобы яички в дальнейшем по лыжи скатывались в приёмничек ну а вверх у нас вот крыша ровная и здесь тоже самое длина этого остатка ровно 5 сантиметров он тут утоплен как видите в этот стаканчик для того, чтобы в дальнейшем сверху ставить еще одну клетку. Таким вот образом, вот здесь 5 и следующая 5, то есть, сам пространство между двумя клетками будет занимать 10 сантиметров. Это будет достаточно для того, чтобы закладывать сюда значит какую-то жесть, на которую они будут выделять свои продукты жизнедеятельности и в дальнейшем ее можно будет хорошо здесь чистить, ну то есть ухаживать за вот этими клетками. Ну и в дальнейшем сейчас я покажу вот в таких вот скажем, неприспособленных условиях, но довольно-таки у нас все удачно получилось это все сварить, соорудить вот эту конструкцию. Главное, чтобы здесь была ровная поверхность, на которой можно будет просто вывести ровный угол. Ну, у нас само собой получится, потому что здесь вот у нас сделаны одинаковые разметки и сейчас понемножку мы будем это все дело собирать в одно целое. Итак, первонаперво мы здесь соорудили прямоугольник вот такой с помощью уголка. Здесь проверили все углы приблизительно, ну не приблизительно, а здесь у нас есть прямоугольный такой вот прямоугольник короче получился. Вот. Вроде так внешне все ровненько и в принципе можем сейчас уже приступить к аккуратненько, чтобы ничего не нарушить. Даем массу. Ну, здесь все довольно-таки условно, то есть это нам стрелять мы из этого не будем. Главное, чтобы у нас просто вот эти ножки потом сошлись, чтобы клетка на клетку можно было поставить. Сейчас мы сначала выложили вот этот прямоугольник, а вот в дальнейшем мы сейчас будем здесь, как вы понимаете, нужно будет пол делать наискосок, но для этого если мы поднимем, тут немножко угол будет нарушен, для этого нам сначала нужно будет сварить вот этот периметр, а потом мы сделаем немножко косой пол. Возможно, здесь чуть-чуть там не будет уже такого уже сильно прямого угла, но нам это не так сильно принципиально. Главное, чтобы куры не поубегали. Так, вот видим первый результат. значит как вы поняли здесь по замерам значит здесь есть 5 сантиметров и привариваем следующую значит следующую стойку перемычку как угодно мы привариваем под этих 5 сантиметров то есть под линию вот и то же самое здесь здесь происходит тут то же самое 5 сантиметров вот в этом месте и здесь мы делаем 10 сантиметров то есть привариваем и вот под таким углом в результате у нас должно получиться приблизительно вот это теперь в принципе я поступаю уже из опыта следующим образом нам в дальнейшем нужно будет возможно в каждой индивидуальной рамке тут есть какие-то там чуть-чуть погрешности там в углах и это все не так суть важно но главное чтобы у нас две стойки в дальнейшем для монтажа были абсолютно симметричными поэтому я при изготовлении второй такой же ну скажем это есть у нас вот одна стойка вот удивительно даже ну ровно оно не может получиться у нас неровно потому что сварку мы делаем на ровной поверхности значит никуда оно от ровности у нас не денется значит вот одна стоечка у нас есть и аналогично нам нужно будет сделать такую же на другую сторону значит для того чтобы она была симметрична ровно этой же мы не будем ничего изобретать пока здесь мы здесь не наварили соплей чтобы нам ничего не мешало я значит поступаю следующим образом я складываю абсолютно по этому же шаблончику вот сразу подсоединяем вот массу и можно сказать как на этом столике я сейчас сложу точно такой же отпечаток и точно такой же я сейчас сварю и у нас получится две стойки которые будут стоять с двух сторон и они у нас будут абсолютно симметричными что в дальнейшем нам будет абсолютно важно при дальнейшем монтаже там пола стен и так дальше да ну вот вот Продолжение следует...